Здравствуйте дорогие огородники! Наконец-то у меня наступило время тоже посева рассадных культур и начну я с посева перца и в этом году я хочу попробовать такой способ посева и выращивания рассады, который применяет Юлия Меняева, очень известный огородник хороший и у меня спрашивают этот вариант это посева в пеленки и в улитки так называемые если честно, этот способ я не применял, но огородникам очень хочется на небольшой площади вырастить большое количество рассады и вот я просто для себя хочу сделать тоже эксперимент естественно попробовать этот способ выращивать может я зря горожу огороды и расширяю свои посевные площади до больших объемов применяя очень большое количество дополнительного освещения это все очень дорого это все занимает много места и огородники задаются вот таким вопросом зачем городить огороды если можно очень все компактно вырастить поэтому попробую что получится вы прекрасно увидите увидите разницу и так сказать для себя тоже я очень хочу расставить все точки на дым и это конечно мы сделаем обязательно но с чего я начну вот как вы видите у меня по опять же по моей технологии немножко все равно я свою технологию естественно в большей мере буду применять а остальное только чуть пробовать у меня семена арируются в компостном чае про него есть у меня видео что для чего в этом видео прекрасно все рассказано уже сутки они арируются поэтому это такая стимуляция семян происходит сейчас мы это все выключаем заодно у нас шум пропал слава богу который немножко конечно действует по своему классическому методу я для сеянцев использую вот такие вот небольшие емкости да 3-4 сантиметра высотой то есть у меня уже технологии это отлажено и чтобы знать что и где у меня растет у меня все в тетрадочке вот я себе уже как бы помечаю записываю какие сорта я буду высаживать и у меня как бы написание сорта и он под номером стоит естественно все я тоже номеру и под номерами все это очень удобно и потом как бы даже в огороде у меня все под номерами то есть это намного удобнее когда я в любой момент в тетрадочку заглянул и я знаю что под этим номером у меня такой-то сорт то есть не надо писать везде длиннющие названия все достаточно везде только номер естественно у меня арируются семена тоже все под номерами вы как можете видеть и сейчас вот мы на примере одного сорта все быстренько посеем вот я достал один из сортов перца половину я посею своим стандартным способом половину я посею в улиточку и сейчас мне уже название неинтересно то есть у меня уже все под номерами да я достал как бы третий номер и третий номер у меня моя бабочка то есть здесь просто у меня как бы семян немножко побольше я проорировал и мы берем грунт он нужен в любом случае про то как приготовить грунт смотрите в моем недавнем видео в этом году еще больше углубился я в эту тему поэтому наверное будет интересно тоже про это посмотреть мое личное мнение но тем не менее вот такой у меня хороший структурированный очень питательный грунт что мы делаем у нас есть вода воду воду я всегда применяю талую либо дождевую сейчас недостатка в снеге нет или там в дождевой воде если у кого уже снег сходит где-то по южнее поэтому как бы с этим проблем обычно тоже не бывает но на крайний случай воду надо все равно чистую ни в коем случае не хлорированную грунт я вот рукой смотрю то есть он у меня рассыпается поэтому это говорит о том что у него влажность немножко низковата для посева и я на дно своей бабайки наливаю чуть-чуть водички чтобы вода как бы грунт и воду впитал и сюда уже просто его накладываем ну это неоднократно я показывал процедуру дальше распылитель и поверхностный слой мы тоже увлажняем но это только в том случае если грунт у вас суховат то есть легко проверить опять же вот так вот берем в руку сжимаем его если у нас он рассыпался значит он сухой если течет вода значит он переуложненный он должен в такой комочек как бы превратиться но не рассыпаться и и вода не течь тогда влажность грунта нормально его можно фактически почти не увлажнять только чуть-чуть из-за распылителя поверхность луисуной добавить и все вот мы 10 штучек посеяли можно еще чуть-чуть увлажнить дальнейшее замачивание не обязательно хотя тоже можно бы и сделать если уж вы как бы сомневаетесь в семенах то можно после вот этой процедуры еще дополнительно все равно оставить даже вот в пакетиках в этих мокрых убрать как бы их только выжать конечно и убрать куда-то под пленочку и в теплое место чтобы они проклюнулись не глубоко прослили а проклюнулись тогда более надежно потому что семена перца конечно туговато и не всегда вот как бы при чуть неправильном посеве иногда бывает что они даже очень плохо сходят то есть такой случай нередкий довольно-таки плохой схожесть перцев и мы уже вот своим сухим скажем так почти сухим грунтом опять же сверху где-то сантиметровым слоем для этого мы оставляли расстояние в емкости сантиметровым слоем аккуратно присыпаем и немножко уплотняем для чего уплотнение происходит это надо сделать обязательно только очень легко как бы больше как бы разглаживаем для того чтобы при прорастании у нас семена сами чешуйки семян отделялись от листвы не прилипали к ней и чтобы вода когда чуть-чуть уплотняем она снизу то что мы налили она легко сразу проникает в верхние слои опять как бы попадает на семена то есть идет тоже более хорошее простание более надежные сходы все посев у нас закончен мы классически все это в полиэтиленовый мешочек и в теплое место в теплое в теплое 25 градусов место холодное место намного дольше ему вообще нельзя эти семена то есть теплое 25-26 градусов место куда-нибудь наверх поставить либо если у вас дома тепло то я ставим дома вот я убираю у меня дома сейчас тепло постоянно сейчас еще буду включать освещение оно прогревает тоже здорово все то есть мой посев с ним все понятно мы все сделали как посеять улиточку тоже все достаточно просто это подложка да все как бы многим уже это все известно я как бы этот способ особо рассказ не буду просто покажу что я у него реально все посеял все те же семена как вы видите все по той же 10 все те же 10 штучек все по той же технологии как это описано удобно удобно вот я на подносе чтобы земля естественно вся рассыпается то есть грунт у меня суховал поэтому я его еще дополнительно смачиваю и мы заворачиваем этот рулончик аккуратненько так вот это все у нас заворачивается то есть опять подвинули и еще 4 семечка нам надо до 10 посадить что хочешь сказать конечно посев в небольшой емкости намного быстрее и как бы намного проще но качество синицев может быть и будет и хуже то есть посев улитки к нему надо конечно попривыкнуть он как вы видите все равно более-менее как бы больше грязи что ли происходит поэтому всегда надо использовать поддон или еще что-то такое да чтобы но если к нему человек привык то тоже наверное это делается довольно-таки уже и быстро все мы посеяли теперь будем ждать сходов и будем уже в дальнейшем эту технологию сравнивать технологию посева в обычной емкости и потом пикирование в большие рассадные горшочки и технология посева в улитки и дальнейшее пикирование в пеленочке и более компактная попытка компактного выращивания рассады до скорых встреч до свидания до свидания до свидания twenty- Arbeits